всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале и с вами витарган 177 сегодня у нас с вами будет на обзоре карта азия 4 относительно описание ребят я ничего подобного ничего сказать не могу но могу только сказать что могу только сказать что автором у нас данной карты является сейчас одну секундочку сейчас одну секундочку евгений ячигин надеюсь удавление я правильно поставил фамилии описание к данной карте еще расскажу не прилагалось поэтому ничего конкретно сказать не могу ты видим принципе вот эту карту я вижу впервые вообще перед собой ранее я ее не запускал не смотрел не проверял вот то есть будет сугубо такой ты прям импровизационный обзор то есть все все что будет но и увидено на экране то же самое будет также в новизну как для вас так и для меня сразу могу сказать 4 слота для выбора дополнительных автомобилей стартовых автомобилей у нас нет выбираем все сами то что нам нравится значит соответственно я беру него соответственно беру уазик беру урал витарган ну и возьму еще вот у меня есть урал 4320 м так но в принципе в таком от исполнении пожалуй я считаю что можно уже стартануть вот значит стартуем осматриваемся что почем куда хочу сказать следующее еще помнится мне из далекой 1304 15 была карта азия я так предполагаю что это же эта карта у нас тоже от того же самого автора что и было еще на 1304 15 также могу сказать что по той карте я ездил помню такой какой-то песчаный грунт был речушка по моему было на карте лес достаточно легко проходимый помнится мне там с холма на уазике летел как угорелый покрикивая даже что-то вот и здесь же я вижу что в принципе грунт уже здесь не песочный не такой как был на первой карте азия на предыдущие две карты я обзора не делал то есть на версию азия 2 3 обзоров не было поэтому будем что называется смотреть что у нас здесь получилось у автора на 4 карте азия вижу следующее значит следующее ребят гараж у нас закрыт присутствует заправка одна это точно присутствует пилорамы четыре штуки так что еще раз два три так 6 8 точек разведки вот здесь прям точки конкретно не хватает не решил наверное все таки автор оставить здесь открытую местность для того чтобы мы видели где находится заправка да по моему локации вот эти черные они не закрывают заправку ну ладно бог бы с ним чем меньше точек точек тем для меня в принципе проще давайте стартануя на давайте на ниве что ли где него то мило урал витарган у вас они не вот а вот и на него стоит давайте об нее пересяду заводимся ориентир делаю на гараж хотя нет знаете пожалуй сделаю-ка я ориентир на точку вот ориентир на точку куда-то в ту степь давайте прокачусь на ниве посмотрю что там да почем сразу хочу сказать очень разнообразный ландшафт ребят безумно красит эту карту безусловно красит карту плоский ландшафт он мне никогда не нравился на картах то есть я люблю разнообразие хочу также сразу сказать что после обзора данной карты у нас еще будет один обзор вот тоже карта новинка еще пока не находится она в открытом доступе так что мониторим мой канал группу и торган сто семьдесят семь спинтайрос ой 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 бабай не знаю залезу ли я туда на ниве камни достаточно такие большие ну давай давай родная давай все у нас получится болен кидает прямо на самые большие камни которые только есть о супер нивка молодец нивка супер так двести пятьдесят пятый там стоит у нас на локации гаража но прям так и хочется доехать посмотреть вообще что там да почем с одним ходом по большему счету нам нужно двигаться только аккуратненько не перевернуться бы на то это у нас все делается элементарно когда не надо мы переворачиваемся правда когда надо тоже нам не надо переворачиваться а с топливной цистерны он всего-навсего ребят у нас там стоит ничего особенного единственное возможно здесь присутствует какая-то такая такой сюжет сюжет присутствует на карте то есть нам нужно будет заправить возможно гаражные части так ну горе не беда 13 литров самом в самом кразе да это не проблема также у нас присутствует 600 литров уже в цистерне плюс 100 ремонта в запасном колесе даже не знаю поехать что ли на разведку в принципе можно на кразе до заправки доехать лан давайте сначала наверное все таки я еще на каком-нибудь автомобильчике удавательно возьму урал виторган и прокачусь от ну куда-нибудь я не знаю куда честно говоря не знаю куда мне прокатиться вот здесь вот местность прям какая-то интересная прям даже не знаю по-любому здесь что-то должно быть по-любому ладно поехали туда так и так понимаю нам здесь надо направо все автомобили полностью отремонтированы полностью заправлены я так предполагаю ну по крайней мере два автомобиля из четырех точно вот него была полностью отремонтирована полностью заправлена с уралом виторганом у нас ребята то же самое вот то есть пока никаких проблем не наблюдается отчасти радует вы знаете вот это вот отсутствие грязи на карте не знаю будет ли она в обильном количестве вот но но в обильном количестве я так думаю уже точно не будет потому что проехал то я принципе уже тоже немало вот так налево здесь нам надо куда-то прям налево налево или налево вот прям налево налево вот сюда вот поднимаемся здесь на горочку дороги тоже очень красиво сделано вы знаете его даже не учи если учесть тот факт что на карте отсутствует грязь все равно сделана карта очень грамотно и очень красиво может быть кто-то конечно есть такие безумные фанаты грязи вот которая эту карту никоим образом никак вообще делать не воспримут вот но лично я и я как бы не особо такой какой-то любитель чрезмерной грязи даже если на карте не будет грязи вообще я не скажу что это плохая карта вот во всем должен присутствует какой-то определенный сюжет я думаю здесь тоже сюжет присутствует это у нас карта азия ребят поэтому здесь чрезмерной мокроты какой-то я не думаю что она должна быть обязательно несемся мы с вами но собственно говоря легко доступная точка разведки расположена она буквально на дороге там пишет уже как всегда забываю я так ладно подержусь правее линдеб не гараж найти ёшкин пудряшки на прям давайте попробуем на уазе так у вас тоже полностью отремонтирован заправлен а куда там ориентируем куда пробуем разворачиваемся и пробуем туда проехать давайте по луже что можно конечно скачу не объехать что слева что справа вот но давайте проедем по луже потому что чё-то как-то уж слишком сухо на этой карте можно через гору проехать немножечко так что называется срезать принципе уазик достаточно такой проходим и ребята и недавно пока автомобили которые у меня на обзоре я выложил своей группе буквально вчера так что не очень еще далеко этот пак на стене так на гору мы в принципе ребят забрались без проблем осталось объехать не ой осталось мне объехать всевозможные елочки ну давай 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 мне не хочет смотрите-ка забурился то главное не перевернуться но в принципе достаточно много деревьев я возможно и перевернусь обратно но это все время а время вы сами понимаете на обзорах чрезмерно сильно поджимает я все-таки стараюсь ориентироваться на на где-то ну на полчаса это максимум для обзоров но бывает и подольше потому что как покраю показывает практика никому долго особо ездить не хочется но в принципе ребят здесь однозначно надо было и лезть на эту гору потому что нет то есть эта точка локации расположена точка разведки расположена так 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 там у меня в гараже не вода давайте-ка я съезде наверное вот на этом урале на этом урале я съездил сюда здесь вот еще загадочное место такое осталось тоже нет там не пила рамы не заправки не лесоповала вот но при всем при этом ребятам у нас присутствует так я правильно поехал нет ни болта неправильно вот но при всем при этом ребят у нас присутствует там точка разведки и мне кажется что то там за ней прячется все может быть так вот напрямки прям как вот ориентир нам показывает так и поедет в принципе все достаточно здесь легко проезжабельно я считаю можно и так проект у что-то я поторопился с выводами ребят придется так вот экстремалить бачком бачком ох зря я сюда забрался здесь и камни а там где-то камни там и дамаг а где дамаг там ничего хорошего я сейчас перевернусь по моему что-то мне на камнях вообще несет по страшному надо было мне ехать как человеку нет блин поперся черте куда так врубаю автомат принципе здесь все достаточно очень гладко ох ёшкинку зряшки не так уж и гладко как хотелось бы и деревьев то здесь поблизости нет ё-моё что-то как-то я очку и честно говоря ребят пересекать здесь вот эту вот лужу поэтому я думаю надо проехать маленько подальше может где-то более простой вариант проезда будет да вот мостик смотрите-ка вот подпортила что-то я прям вообще какими-то непонятными путями сюда приехал мне кажется если я поехал бы по дороге все было бы гораздо проще так врубаю автомат да ёшкин коты на ключи что я его туда он обратно я туда он обратно смотрите здесь какая не то болотина не то еще что-то в этом духе но вообще грязюка конечно здесь отменная до присутствует здесь уже ребят элементы грязи но не дай бог здесь будут гаражные части и они какие-то а-ля бестопливные или еще что-то в этом роде тащить отсюда вы знаете ли не самый лучший вариант хотя грязь знаете вроде присутствует но она такая сугубо минималистичная а вон они гаражные части супер ухты вот эта яма на нее то я вообще не рассчитывал ребят вообще никак а здесь еще одна лужа кстати лужа сделана очень так найти красиво грамотно профессионально просто так сказал но все таки азия 4 уже значит автора что называется рука на картах то набита так а топлива 7 лет так пересаживаюсь пересаживаюсь цепляю газ выключаю пытаюсь короче пытаюсь вытянуть его от без подгазовок да не зря там все таки крас стоял надо было шуманить краса потом все остальное у нее ребят я не вытяну его либо ехать сюда на кразе но в принципе несложно вы знаете несложно доехать до краза совсем элементарно вот наше место нет где у нас здесь где-то до места спавна доехать до краза можно прямо на этом кразе сразу ломануться камазу мне кажется даже не обязательно заправляться вот и спокойной душой что называется так ладно пытаемся попробую все догнать я сделаю следующее сейчас я доеду до суши а потом уже попробую дернуть камаз потому что когда сам сидишь в грязи тянуть автомобиль который тоже в грязи это все достаточно очень проблематично да мы там лужу лезем а камаз что-то как-то прям совсем не лезет камаз так ищенько вот на ручнике вообще стоит смотрите да не вообще не мертву просто но да она повышенная сам еле еду а сейчас попробую сбоку может как-нибудь заехать к нему хотя бы с этого так пытаемся еще раз да так мало повышенной однозначно нет мы закапываемся да вы знаете на пониженной то же самое так ладно печаль печаль ребят ладно поехали покатаемся по карте на карте присутствует ребят дополнительные объекты что принципе свидетельствует сами файлы скачанной карты то есть когда вы будете устанавливать там будет куча всяких файликов помимо всего прочего там основных ддс стг вот сразу предположил что на карте будет у нас дополнительные объекты или может быть открыть гараж может быть для вместо того чтоб я катался здесь по карте можешь правда открыть гараж просто-напросто человек буду просто кататься вот давайте наверх правда открою как гараж а ребят заодно проэкспериментируем все так топливо так залили сколько у нас осталось 283 литра я считаю что этих литров вполне нам хватит для того чтобы довести камаз до гаража правильно еду блин уехать немало немало ребят ехать так что обзорчик наверное наш затянется но зато мы откроем гараж все что называется будет наглядно продемонстрировано на обзоре от и до как открыл гараж урон нам не страшен абсолютно полностью отремонтированы не проблема а потом уж наверно к разам ребят я потяну его захотя зачем когда он будет заправлен а можно будет и уралом тянуть так еще урон чик прилепился вот этот мостик в принципе вы знаете не так уж и далеко ехать сейчас мы с вами с ветерком то пролетим здесь главное не перевернуться ехать всего ничего по большему счету так что топливо которое у нас цистерне это вполне должно хватить как для камаза чтобы доехать до гаража он я уже вижу уже вижу камаз вижу урал надо было с этого и начинать сразу сразу накрас прыгать и пилить не заморачиваться даже так пенечки обещаем ну или ломаем а так он ребят на автомате смотри вообще идеально идет на максимальной скорости по моему максимальной скорости для грунтовой дороги я имею ввиду так ремонтируем то есть заправляем ну и пускай отремонтируется заодно пересаживаюсь я теперь в урал цепляемся газ все верно он конечно с топливом вообще он сам неплохо едет камаз 6522 тоже хорош достаточно в грязи елочки вот ребят мы застряли а почему почему мы застряли но пошел-пошел-пошел-пошел родной опять встал уже уже темнеть начинает елочки так давайте еще немножечко вперед протянемся до более твердой почвы там что-то холмиста не только мне там на дне поэтому достаточно так тяжело ему там грязи едется ешкинку да сейчас это чего либо сказывается тот факт что он не полностью отремонтирован не знаю хотя вроде бы не должно так ладно а если я тупо пересяду в него давайте попробуем на лебедке за что-нибудь так так ну в принципе должно этого хватить поехали в потемках правда придется нам ехать ой какая здесь яма-то ё-моё надо ее объезжать срочно-срочно пока камаз туда не заехал нет сюда ехал да на буксире не так уж и легко как хотелось бы давай погнали в принципе не сложно ребята открыть гараж тем более после данного обзора я думаю вы не будете допускать ошибок таких как я то есть не куда-то поедете там не в сторону знаете сразу езжайте гараж берите там крас а потом уже все остальное то есть потом уже езжайте открываете гараж это самый оптимальный вариант тянуть его чем-либо я не знаю может быть там если взять только какой-нибудь мзкт вот тогда да вполне возможно ой 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 как его там шмателяет может быть мзкт его и дотянет в принципе здесь ехать то вот вот до моста там так скажем есть какие-то незначительные нюансы да в плане грязи а в остальном достаточно все легко и просто едется вот сейчас еду на автомате камаз сам тоже неплохо подгазовывает вообще шикарно я считаю так я так понимаю совсем немножечко осталось по моему там уже виднеются фонари гаража ну да фонарь который возле гаража так скажем ну вот потихонечку полигонечку что называется мы с вами доехали до гаража автоматиком сразу я перевожу часики вот солнышко прекрасно замечательно ребят но я думаю что этого вполне достаточно для обзора достаточно много открыл на карте осталось открыть только локации там где у нас расположен лесоповал да лесоповал кстати вот он можем до него доехать осталось буквально несколько метров посмотреть что за лесоповал вообще да вот такой лесоповал это у нас здесь автоматическая погрузка бревен с левой стороны у нас ручная погрузка бревен то есть в принципе все достаточно очень грамотно сделано красиво карта интересная так что ребят скачивайте ее а скачать вы ее сможете в моей группе на сайте ст мод и увидим ссылку под видео давайте доеду что ли еще до одной точки разведки она тоже здесь где то рядом я так предполагаю что она на дороге да вот она уже виднеется доеду до этой точки разведки я считаю что это будет вполне достаточно ну вот как то так осталось у нас три точки разведки в принципе здесь и так все ребят понятно здесь можно и здесь вот так проехать здесь можно еще как то вот так проехать по моему тоже а нет наверное здесь нельзя проехать здесь какая то вот эта вот яма по моему с водой по моему не буду однозначно утверждать ну ладно не яма с водой была в другом месте вот она вот здесь где то вот здесь я вот здесь проехал проехал и здесь выехал а кстати правильно сделал что я на урале здесь поехал по краинке здесь проехал ну ладно это уже все мелочи жизни вот ну в принципе вот такой ребят обзор вышел на карту азии 4 я считаю карта очень красивая достойное внимание так что ребят скачивайте наслаждайтесь карты игрой и всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте вступать в мою группу в контакте витарган 177 спинтарес ну где и скачать эту карту я уже скачал